Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Детская познавательная программа «Открывашка». Артисты театра «Кукол» имени Афанасьева Анастасия Ребеза и Дмитрий Троицкий. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Сегодня, как вы уже поняли, будем вспоминать о том, как мы все когда-то в детстве. Все, все, все играли в куклы. И мы все когда-то играли в куклы, на самом деле, да? И ведь понимаете, вот есть вот эта игра в куклы, а есть вот театр кукол, да? Вот так серьезно, да? Вот. Поэтому как бы вот у нас сегодня такая тема-то классная вообще. И не забывайте, что нас можно не только услышать, да? Нас можно еще увидеть, потому что у нас есть на что посмотреть. Кроме вот названных уже гостей в студии, есть еще такие интересные товарищи иногда уползают из-под стола. Вот. На которых вот надо обязательно будет посмотреть. Поэтому заходите к нам на сайт. Там есть такая справа вверху штучка. Нажимайте на трансляцию и смотрите, как мы здесь. Как мы здесь все это обсуждаем. Злата, ты давно была пассажиром в кукольном театре? Ну, достаточно давно, да. Достаточно давно, это неделю назад, полгода назад? Скорее, год назад. Год назад, да? Да. А не нравится? Нет, просто возможности не сходить. Возможно не сходить. Ну, это мы потом в перерывчике с артистами театра обговорим, да? Федя, ты как к кукольному театру относишься? Ну, хорошо. Достаточно этого я часто ходил. Я просто последний год вообще не могу. Ну, это понятно все. Миш, ты у нас как? Полгода назад ходил. Полгода назад ходил. А ты, может, вспомнишь, что ты там смотрел? Не помню. Вот, как ты понимаешь, все грустно. А теперь вопрос с артистом. Мы в протеторе спросили, а вас спросим про куклы. А вы сами в детстве в куклы играли, Дима? А? Да. А какая у тебя была любимая кукла? У меня была замечательная собака. Ее звали Тяфа. Она, подъезд, живая была? Нет. В детстве мне не разрешали заводить живых собак. Понимаешь, многие дети с живыми собаками и кошками относятся точно так же, как у них. Нарыват на руку надень. Нет, это была такая простая, честная игрушка, которая... Ну, она тоже много что умела, но на руку ее никто не пытался надевать. Она была самодостаточной сама по себе. Настя. У меня были машинки. Машинки? Да. Ну, вот. Злата, у тебя была кукла в детстве, а? Ну, да. У тебя было нормальное детство. Вот и не было машинок, да? У тебя была кукла. Ну, машинок нет. Куклы были. Во, ну, слава богу, ну, наконец-то. У этого собака. Здесь вообще машинки у девчонки. Ну, вот правильно. Это нормально, да, когда вот у девочки в детстве куклы. У тебя, Миш, были куклы в детстве? Да, один пупсик. Один пупсик, да? Ну, про пупсика мы еще поговорим. А ты вот с собой что-то такое принесла. Что у тебя такое? Это собака. Ага. Вот, я же говорю, собака. Собаку надевает на руку. Зачем тебе эта собака? Что она тебе делает? Ну, пищит иногда. Пищит? Когда заработает. В смысле? Заработает, тогда пищит. Заработает, а люди деньги зарабатывают. Она тоже как-то зарабатывает, нет? Нет. Я имею в виду, если контакт подключить. Ага, ясно. Контакт, видимо, уже нарушен. Еще что она умеет делать, кроме того, что зарабатывает? Кого-то за нос кусать. Ну-ка, а кого? Кого-нибудь. Себя? А дома она у тебя тоже всех за нос кусает? Нет. Дома кот царапается. А, то есть у вас функцию кусателя кот выполняет, да? Да. Все, все, ладно, нормально все уже. Ладно. Ну, смотрите, получается так, что все мы играли. Вот я, честно говоря, играл, но мои куклы были деревянные. Ребята, у меня детство было очень давно. Тогда еще как бы на самом деле реально деревянные игрушки. И жестяные такие ведерки, все такие очень звонкие. Клево. А как ты думал? У меня барабан был жестяной. Ой, как его соседи любили. А вот. Ну, а смотрите, получается и так, что, по идее, люди играют в детстве в куклы, а потом некоторые из них начинают работать уже в театре, да? И вот как бы эта игра становится частью жизни. Вы к тому, что некоторые не становятся взрослыми? Да, отчасти, может быть, да. Но ведь, смотрите, вот вы же работаете в театре. Театр у тебя эта игра в куклы, нет? Не только. Только, ну, в том числе, скажем так. В том числе вы отчасти какие-то вот на самом деле счастливые люди, которые вот этот кусочек детства, да, вот такой, который мы все забыли. Даже вот те наши соведущие, и то, наверное, уже вот на эту куклу. Вот, Слата, наверное, не помнишь уже первую свою? Ну, мне рассказывали родители про мою первую куклу. Ну, а так я бы сама не вспомнила. Вот. А у этих людей, понимаешь, какой кусочек такой детского он взял вот и остался в жизни. Это вообще здорово, это, наверное, счастье. Так, ну, чтобы наши слушатели сильно не скучали, кто первый? Миша, давай первый вопрос. Из какого языка к нам пришло слово кукла? Три варианта ответа. Китайский, японский и греческий. Так, из какого языка в русский язык, да, пришло слово само по себе кукла? Ну, хороший вопрос, интересный. Три варианта ответа. Китайский, японский и греческий. Так, я, кажется, знаю ответ. Запоминайте номер нашего телефона еще раз. 211-101, вопрос задан. Тот, кто ответит на него правильно, получит приз. А мы продолжаем говорить. Вот смотрите, у нас вот как бы в Кирове есть три театра, да? Три театра есть. Театр кукол, театр юного зрителя, раньше назывался по-честному, да? Сейчас театр на Спаске, и потом как бы такой для совсем уже состоявшихся людей драматический театр. То есть получается, что кукольный театр – это как бы первый театр у человека, так я правильно понимаю? Ну, правильно. Правильно. И в свое время Вадим Анатольевич Афанасьев, наш бывший главный режиссер, непокойный, он очень хорошо сказал в одном из последних интервью, что так или иначе театр кукол – это первый театр в жизни человека, и это хорошо, и это правильно, и он таким и должен быть. То есть, чей детство человека без театра кукол, получается, несколько несостоятельно. С другой стороны, понимаете, вы чувствуете, какая на вас ответственность лежит, понимаете? Вот человек пришел в этот театр, если вот мало ли ему не понравилось, я смотрю, как-то не очень так, оптимизма было много, то они потом и уже и в следующую не пойдут, да? Вы это понимаете? Понимаем. Понимаем. И весь этот тяжкий груз ответственности, который на нас лежит, мы очень хорошо чувствуем. Ладно, у нас есть человек, который желает рискнуть в нашей викторине немножко здоровьем, да? Только мы, как всегда, забыли перечислить список призов, на которые он может претендовать. Давайте мы быстренько озвучим, а потом человек, значит, уже задим слово. Так, из книг у нас есть энциклопедия «История России» для читателей от 6 лет, энциклопедия «Древний мир» для ребят от 6 лет, энциклопедия «Природа в деталях», деревья 6+, энциклопедия «Индейцы и ковбои» для читателей любого возраста, Памела Тревор с Мэри Поппинс 6+, Эдуард Веркин «Настоящее приключение. День повелителя пираний». Это 12+. Также у нас есть приглашение. Первое – это на сертификат на 8 занятий карате в центре «Фитнес Фэмили», пригласительный билет в музейный выставочный центр на Спасской, музей вятской глиняной игрушки, классика русской фотографии и вятка на старинной открытке. Третье – это приглашение на двоих в кота-кафе «Зоки», приглашение на двоих в батутный парк «Марио», приглашение двоих на посещение собачьей деревни Махнатия. И есть приглашение в театр «Кукол» имени Афанасьева. Первое – это на сказку «Полярные зиды» 23 октября, ой, декабря – это 0+, «Серая шейка», 17 декабря – тоже 0+, «Мроска» с праздничным мероприятием 0+, и «Горячая история» номер 12, 2 декабря – 0+. Так, всё, да? Ну, список огромный. Ну, а теперь, слушатели, если дождался конца списка, да? Кто будет принимать звонок? А то ладно давай, там с той стороны вопрос, с этой стороны ответы. Привет! Здравствуйте! А как тебя зовут? Михаил. Михаил, а ты сам играл когда-нибудь в «Куклы»? Были у тебя они? Ну, я даже не помню. Ну, машинки, не знаю. Ну, да. Ну, давай, а ты знаешь ответы на вопрос? Да. И из какой же страны к нам пришло слово «Кукла»? Из гре... от латинского... из Италии. На самом деле правильный ответ, да? То есть пришло к нам слово это из Греции, слово греческое было такое смешное – «Кукья». Да. А они, в свою очередь, пришли из латинского языка, где это была «кукула» – «капюшон». А ещё смешно, там ведь было ещё слово «пупа», тоже для обозначения куклы. Оно тоже к нам в русский язык пришло. Пупсик. Ого, правильно совершенно, да, из «пупа» получился «пупсик». Ну, и в других европейских языках все эти слова там «папят» и прочие ужасы. Так, кто следующий вопрос задаёт? Федя. Ну, давайте так. А чьим героем считает Пульчинел? То есть какой страны это главный герой? Понятно. Так, а теперь по призу ещё говорим. Да, совершенно правильно. Что хочет получить у нас слушатель-то? Мы забыли спросить. А, всё, уже убрали. Чтобы тебе хотелось получить приглашение или книгу? Всё, он уже получил, я поняла, да. Ясно, всё. Ну, немножко не проснулись, так бывает. Значит, вопрос ещё раз напомни, Федя. А чьим героем, то есть героем какой страны считают Пульчинеллу? Могу дать подсказку. Он был придуман в пору Ренессанса, то есть он показывал пороки людей, плохие их стороны. То есть он такой разоблачительный персонаж. Да, такой добро-злой. Добро-злой, да? Средний. Ну, и смотрите, в театре кукол спектакли ведь не только для детей бывают. Вообще, какие бывают спектакли в театре кукол, вы понимаете? Спектакли бывают абсолютно разные. Абсолютно разные. Вот я и говорю, что как бы это не только начали с того, что это первый театр в жизни человека, а на самом деле посмотришь афишу-то, и для некоторых ты последний. Ну, изначально это, как было сказано в своё время, это не для юных. Это в силу высокой условности искусства кукольника. Это всё-таки никак не детский театр. То есть всё равно... Изначально это не детский театр. Изначально это в советское время сделало детский театр кукол. Это он был взрослый. Взрослый? Конечно. Естественно. Ну, если мы говорим о таких персонажах, как Пульчинелло, да, пожалуй... Там похож по звучанию. Да-да-да. Ну, если хотите, Карагёс, Турция. Ну, Пётр Петрович Уксусов, Россия. Ясно. Ну, это же социальная сатира. Это же куда от этого деваться-то? Ну, то есть, смотрите, ведь, по идее, театр произошёл кукольный от чего? От этих вот каких-то уличных представлений, райков, там... Ну, обрядовых, если ещё глубже, так и обрядовых действий, религиозных. Если греков покопать, то... А в Греции был уже кукольный театр, вот как таковой. А откуда у нас эти самые-то, боги-то из машины, это что? Ну, это, может, там же у них был такой, типа, драматургический, там хор стоял, там... Ну, так или иначе, некоторая механизация, некоторая скульптурная фигура, показывающаяся, так или иначе, кукла. Ну, не знаю, не знаю. Ну, вот это дальше. С другой стороны, можно на самом деле посмотреть. Можно посмотреть от тех человекоподобных фигурок, которые использовались просто в быту, в ритуалах каких-то. Изначально обереги, прочее. Ну, в принципе, это просто куклы, но это же не театр ещё пока, да? Это не театр, тем не менее, они в каких-то ритуальных действиях участвовали. Ну, тоже, да, в принципе, в этом есть что-то театральное. Привет. У нас звонок, да. Привет. Алло. Как тебя зовут? Алло. Алло, вы в эфире. Здравствуйте. Привет, как тебя зовут? Алина. А сколько тебе лет? Мне восемь лет. А у тебя были куклы? Ты когда-нибудь с них играла? Да. Любишь ходить в театр кукол? Очень. Ладно, давай, отвечай на вопрос. Я думаю, что в Неаполе. Неаполе? Ну, нет, это Пальчинелло, это был героем Италии, то есть... Ну, Неаполь-то в Италии. Ну, так да, ну, обобщить можно было. Ну, так вроде... Ну, да. Ну, то есть ты спрашивала про страну, да, она ответила город, но это не так и страшно. Это правильный ответ. Ну, город в стране, да. Ну, так да. Подсоединяйся сейчас... Неаполе, это вроде город? Да, это город, да. Город Италии. Все правильно, все правильно. Все правильно. Мы уже признали, что твой ответ правильный, посвящавшись. Ладно. Подключайся, сейчас тебе помогут выбрать приз. А почему? Может быть, прямо здесь выберем, чтобы потом знать, что у нас все осталось и чего уже нет? Какой приз ты хочешь? Я хочу Кота-кафе. Кота-кафе Зоки, отлично. Кота-кафе Зоки, все отлично. Не клади трубочку, тебе объяснят, как этот приз получить и как в это прекрасное кафе сходить. Но вернемся немножко к театру. Получается, что кукольный театр вообще в древние, в юность человечества уходит, да? Получается, так или иначе, да? В обряды, да. Все эти куклы, они не просто так, вот знаешь, взяли на фабрике, сделали все. А у них какая-то история есть такая уже получается, да? Да, конечно. Я бы хотела еще даже дополнить. Первые кукольные спектакли считались как что-то в форме магии. Появились теневые спектакли. Там в куклы якобы вселялись души умерших людей. Они были тенями. Театр теней. Ну, тогда вот это вот пошло. То есть, ну, обрядовая такая составляющая, да? И куклы считались тогда какой-то магией. И некоторых людей, которые ходили и показывали, допустим, в Китае, их казнили. Это было серьезное дело, между прочим, да? Задавай вопрос, а то у нас слушатели немножко скучают. Я думаю, это будет один из самых простых сегодня вопросов. Какая фабрика кукол есть в нашей области? Как называется она, да? Как называется фабрика кукол, которая работает в нашей области? Вот иногда кажется, что вопрос простой, а потом полчаса ждешь, а ответа нет. Да, вот растерялись люди. Не всегда. Про адрес интереснее спросили. А? Про адрес интереснее спросили. Где? Доходят сюда? Ну, в принципе, я думаю, многие там и на экскурсии, ну, все их бывали, он точно адрес тоже назовет, да? Кстати, вот мы как-то тут тоже говорили, а интересная тоже традиция. Вот сейчас дети ходят на экскурсию туда, да? Сейчас дети. Я когда был в Козыске, тоже туда ходил на экскурсию. Мы начинаем с ними говорить, как интересно проходишь, там на окнах лежат вот эти части тел кукольных, да? И это да по-прежнему всех так впечатляет, знаешь, что-то такое магия какая-то в этом есть. Видимо, вот эта магическая составляющая-то остается. А как же? Ладно, Миша принимает звонок. Привет. Привет. Как тебя зовут? Варя. Сколько тебе лет? Мне 11. Ты ходишь в кукольный театр? Да. Ну, и ответ на вопрос? Это фабрика игрушек «Весна». Ну, давайте посовещаемся, правильный ли ответ? Это правильный ответ. Бинго! Да. Все отлично, это фабрика «Весна». Какой приз ты хочешь получить? Билеты в батутный парк. Хорошо. Билеты в батутный парк. Раз. Билеты в батутный парк. Два. Не клади трубочку, тебе объяснят, как эти билеты получить. Так, кто у нас все уже отстреляет с вопросами? Уважаемые гости, у вас есть вопрос? Вопрос. Задавайте. Например, сколько лет Кировскому государственному театру кукол? Сколько лет? Государственный, да. Сколько лет театру кукол? Кировскому театру кукол. То есть не вот этому красивому новому зданию, а вообще-то. Вообще-вообще. Да. Вообще-вообще. Театру к объединению. Ну что ж, я думаю, гаджеты у всех в руках у наших молодых людей. Они сейчас быстренько ответят на твой каверзный вопрос. А мы пока давайте перейдем к тому, что у нас лежит на столе. Потому что меня это жгучий интерес вызывает. Что это за куклы? И что они вот... Какая у них какая-то может быть история или какой-то там спектакль у них за плечами? Может, у них награды государственные? Ну, вот если эти куклы, то они личные. Личные? Да. Это не из театра куклы. Подождите, Настя. Они личные, то есть они... Это сделали актеры. Это сами актеры? Сами, да. Вот можно вопрос. Это вы сами сделали? Вот это я сама сделала. А это сделала наша актриса Снежана Белозерова. Она очень любит кукол. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот видите, это кукла смерти. Доброе утро, страна. Доброе утро. Вот она на мир пришла. Да. Она... Это личная кукла. Она вот просто для домашнего пользования? Или она на сцену тоже выходит? Нет, на сцену она пока не выходит. Но, возможно, может быть, и будет спектакль с этой куклой. Ну, хотя мы говорили, взрослые спектакли уже бывают, да? Конечно, конечно. А вот она у вас дома живет? Ну, сейчас она в театре. В театре живет, да? Живет. А то я так уже представляю, как было. И дома жила тоже. У меня дома была такая кукла. Нет, она очень даже милая кукла. Да. Пугать соседей надо. Пугать соседей можно, да. Сейчас такие мультики современные. Нет, ну, слушай, мультик, он в телевизоре или там на экране компьютера. А это когда из-за двери-то выглянет. Это вообще телевизор полный, да? Не знаю. Я бы такую куклю, наверное, с трудом бы жил. А вторая, что-то, посмотри, повеселее. А это петрушка. Петрушка. Это я делала, когда училась в колледже. То есть уже сами? Мы сами делали петрушек из папье-машер, голова. Да, вообще голова вырезается у петрушки, на самом деле, из дерева. Но мы делали из папье-машер. А у петрушки вот есть свое лицо? Или это вы, когда ему лицо делаете, это, там, ну, может быть, преподаватель из училища, там, или завод из училища, там, нет? Нет. Это у него уже есть, да, слепок. То есть вот петрушка должен быть вот такой носатенький, да? Он, да, очень носатый. Ну, пульчинелла, они все такие. И, ну, чем страшнее, тем лучше. Ну, он тоже, Кирилл, тоже такой довольно-таки вредный персонаж. Да, вредный. Как сказали, добро-злой. Добро-злой. Злучшие друзья еще есть такое выражение. Злучший друг. Да, да. И ему даже пришлось поучаствовать в спектаклях. Ну, не в спектаклях, мы пытались сделать маленькие трагедии на Петрушках в колледже. Так, маленькие трагедии Пушкина. Да, Пушкина, Пушкина на Петрушках. И там все действующие лица Петрушки, да? И там были все действующие лица Петрушки, да, это было очень интересно. Одна Петрушка говорит другу, две недвладельства, две вещи несовместные. Да-да-да. Это было очень интересно. Не случилось, конечно. Дмитрий, а у вас там в мешочке? Вот она. У нас куколка. Ребята, включайте трансляцию. Действующая куколка из спектакля «Царевная лягушка». Это баба Яга, если кто-то не узнал. Мы как бы догадались. У нее тоже такое доброзлое личико такое. Честно говоря, по сказке она не очень добрая. Про доброту она как-то 3000 лет живет. Она забыла. Если смотришь современные некоторые мультфильмы, баба Яга кажется очень добродушным персонажем. И совсем не кровотравленным. Во всяком случае, понятие справедливости некоторое внутреннее ей не чуждо. Не чуждо, да. И очень многие, кто у нее в избушке побывали, живыми остаются в сказках наших. Так она наоборот помогает в итоге. Как же? Накормить, напоить, в баньке попарить, спать уложить. Вот слушай, она управляется. Эта кукла как вот тоже? Интересно. Это, в общем-то... Это планшетная кукла? Это планшетная кукла, которая управляется. Сейчас давайте будете нам рассказывать всю эту разницу. Планшетная это какая, значит? Это значит, она стоит. Или на полу, или на каком-то возвышении. Ну вот если вот ширма, например, да? Нет, ширма ей не нужна, да? Да. Ширмы будут работать перчатки, петрушки. Ширмы будут работать трясевые куклы. Так, сейчас мы про них тоже поговорим. Эта кукла планшетная называется? Да, планшетная. Потому что она стоит на столе, на полу, на опоре, на планшете, на плоской. Планшет это вот этот? Да. Планшет. Нет, я его вот эти планшеты-то имею ввиду, да? Нет. Никаким образом. Ну на этом тоже можно. Планшет любая плоскость. Какая вам угодно. С которой в зависимости от размеров куклы. То есть в принципе с этой куклой можно взять вот сейчас так пойти, и она пошла по городу вместе с вами. Ну все-таки мы их... Строятся куклы обычно. Так, учитывая специфику, учитывая декорации, тоже представляет же художник, где эта кукла будет. работать. При каких условиях? Ну и актер особо не скрывается. Ну понятно. А как бы если нет ни шермы, ничего скрыть нельзя. Не, ну бывает планшетный, например, и черный кабинет. Когда высвечивают столько кукла. То есть мы в черненьких костюмах, в черненьких масках. Свет строится так, чтобы высвечивалось столько кукла. А вот эти вот, вы сказали, одна из них тростевая. Это которая? Ну тростевая на самом деле это вот эта. Вот. А смысл ее чем вот? Она может работать на шерме. А тросточка-то у нее где? Тросточка. А вот она, вот она трость. Рукою управляет. Да, то есть она на руке одной надевается, да? Ну, как бы. У нее должно быть две трости, ну пока сейчас одна. А вторая трость? Значит, с кукольками, ребята, в карты не садитесь. У них очень ловкие руки. Они смотрели, как одной рукой сразу вон все делают. Ну. Вот. А вот эта перчаточная, да? Это уже вот понятнее. Это тоже перчаточная, тоже на шерме. Ага. Да. Ну она уже не тростевая. То есть здесь все вот пальчиками. Да, трости все на одной руке. Потом были придуманы к вот таким куклам. Угу. Не, ну в принципе, это она тоже... Во-во-во-во-во-во-во-во-во. Миша, у тебя это, значит, тоже перчаточная получается, да? Да, абсолютно справедливо. Вот. Только руки не управляются. Почему? Ну, не сделано. А, не сделано или у тебя просто пальцев не хватает? Для рук не сделано. Ну, сейчас в театре кукол несколько видоизменена перчаточная кукла. Ну, увеличена в размерах, и чтобы не терялось, управление головой сейчас тоже выносится. Ногопит на палочку. То есть мы... То есть такое совмещение тростевой куклы получается, нет? Нет. Основа будет, основная разница будет в управлении руками. Ага. Или мы управляем кистью руками. Да, руки. Неважно. Пальцами, да? Либо мы управляем снаружи тростями. Ага. Вот. Откуда трость. То есть несколько... Другой характер жестов. Другая пластика куклы. Ну, понятно. Вот хотите, ребята, можете... Ну, сейчас, конечно. А мы сейчас все равно будем уходить. Так, Злата, вы пока играйте. Давайте повторим наш вопрос последний. Сколько лет Кировскому театру кукол? Сколько лет Кировскому театру кукол? И пока маленькая музыкальная пауза. Ребята, думайте. Я потяну за трость, я шевельну рукой, и вот то доброта, то злость в моих ладонях оживет, то засмеется зал и засияет бирюцой. Бросьте все дела, користи забросьте. Кукольный театр приглашает в гости. Кукольный театр, кукольный театр, кукольный театр приглашает в гости. Зайдите в балаган и окутнитесь мир иной, Какой не снился вам под этим небом милуной. Здесь все совсем не так, здесь царствует добро и честь. Здесь дурак, как всегда, дурак, здесь презирают зло и лесть. Бросьте все дела, користи забросьте. Кукольный театр приглашает в гости. Кукольный театр, кукольный театр, кукольный театр приглашает в гости. Продолжаем программу «Открывашка». Напоминаем, что сегодня мы говорим про кукол. У нас полная студия всевозможных кукол. У нас есть, как мы выяснили, планшетная баба-яга. Вот она всем вам привет передает. У нас есть такая очень симпатичная смерть. В кукольном театре даже смерть красна. Такая очень симпатичная куколка, трогательная. Я хочу, что если такое случится, пусть лучше она за мной придет. А здесь вообще такой, хоть и злобный, но такой довольно-таки яркий, добродушный Петрушка. И еще вон там у нас мой соведущий принес собачонку. Но она сейчас не гавкает, да? То есть она не заработала. А имя у нее есть? Пока не заработала. А имя у нее есть, Миша? Нет. Было, но не помню. Ага, понятно, все тоже было давно. И напомню, что сегодня, значит, меня зовут Николай Голиков. Сегодня меня зовут Николай Голиков. Сегодня. Я буду кем-то другим. И я веду эту программу. Мне помогают вести Злата Андреева, Федя Рычков, Миша Голиков. В гостях у нас артисты театра кукол имени Афанасьева, Анастасия Ребеза и Дмитрий Троицкий. Мы вот говорим как раз про кукол. Сейчас мы обсуждали, какие есть куклы. Но у вас вот как бы здесь три такие разновидности, да? Есть какие-то еще ведь? Есть. Есть спектакли совершенно какие-то интересные, да? Вот когда там вообще что-то такое очень... Есть, когда вообще нет кукол. Да. Так, погодите. Я как раз хотел, чтобы хочется... Сневой. Большое на сцену, да? Руки. Ага. Вот, большие такие, огромные какие-то ростовые куклы типа того, да? Ростовые куклы так и называются. Они так и называются, да? То есть я нормальный термин сказал. Нормальный термин. В нашем театре они используются каким-то образом? Каким-то... Да, есть у нас спектакли с такими куклами. Какие? Медведь, который не верил в Деда Мороза. А, Медведь, который не верил в Деда Мороза, это... Он про того молодого человека спектакль. Ну, вот... Под Новый год выгоднее верить. Ну, это да, это вот такая формула, да. Да, бонусы капают. Да-да-да-да, потому что тот, кто не верит, тот точно ничего не получает, да? А здесь если верить... Возможные варианты. Возможные варианты, да? Совершенно про здравый подход, да. Таких спектаклей немного. Немного с такими большими куклами, да? А вот вы говорите, что вообще когда без кукол? Да, спектакль может быть просто из рук. А вот хотя бы... То есть руки наши... Настя, вот маленький элемент спектакля без рук можно показать? Или... Так, можно что-нибудь... Можно придумать какое-нибудь животное. Ну, придумайте. Ну, например, какую-нибудь змею. Ва-а-а, слушай, похоже. Да? Ну, это такой удав уже, да, большая пасть такая у него. Да, что-то такое. Можно попробовать вот так. А это кто у нас? Скорпион? Не знаю, но мы угадывали, когда нам в колледже показывали. Это сова была. Сова? Это была сова, да. А, у неё так разные глаза моргают? Ну, у этой совы. У этой так. У этой так. Да. Так, у нас, кстати, есть ответ на вопрос. Принимайте, уважаемые гости. Да-да. Здравствуйте. Доброе утро. Меня зовут Севолод, мне 11 лет, я из 19-й школы. Севолод, 11 лет. Да. И скажите нам, Севолод, сколько же лет нашему театру кукол? 82. Абсолютно справедливо. И какой же приз вы хотите? На 8 занятий в карате. На 8 занятий в карате. Отличный выбор. Серьёзная заявка на победу. Это, значит, такое совмещение приятного и полезного. Если что, потом проблем никаких не будет. Отлично. Николаевский рубочек вам объясняет, как получить вас приз. А у нас следующий вопрос. Кто у нас? Миша, давай. В каждой стране есть своя любимая кукла. В Англии панч, в Испании, во Франции пали шинель, а в России какая? Ну, то есть, как бы вопрос такой на внимание, да, в Англии. Панч на панч мы сегодня ещё не вспоминали, кстати. Нет. Во Франции пали шинель, да, вот тоже такое в русский язык вошедшее слово, да. Вот. А какая у нас такая аналогичная кукла вот этим, да, в России? Тоже вопрос на внимание, мы сегодня про неё говорили. Так что отвечайте, я думаю, ответят довольно быстро наши ребята. Вот. А вот смотрите, сейчас же, вот как сказать, люди очень активно смотрят, например, ходят, смотрят мультики, да? Да. Мультики смотрят. Там всё, как бы, вот уже можно всё что угодно изобразить, компьютер позволяет вообще всё что угодно сделать, в объёме даже, да, вот всё. И вот кукла, да, кукольный тяр, кажется, такое немножко старомодное искусство. Вы не боитесь, что, как бы, вот, как всегда говорят, новое вытеснить старое, да? Да, спокойной ночи, малыши. А вот смотрите, в чём дело. Современное искусство, оно богато конкретно воплощёнными образами. То есть, если мы что-то видим, мы видим что-то конкретное на экране. Да. А куклы, ну, посмотрите, они ведь, на самом деле, сейчас, возможно, крамолу скажу, но она не настолько привлекательная, когда мы её видим вблизи, да? Когда мы подходим к ней ближе, мы видим какие-то и недостаточки, возможно, мелкие, да? Да и возраст, как бы, сказывается. Да, и морщинки-то прорезались везде. И вот в чём суть. Когда мы приходим в театр кукол, мы в какой-то мере сами являемся творцами действия, которые сейчас происходят. Работает наше воображение. Мы что-то дорабатываем, мы развиваемся, если хотите. То есть, мы не просто, скажем, потребители картинки, да? Естественно, мы некоторым образом участвуем в создании образа. Причём, естественно, у каждого своего, да? А современные искусства, то есть, мультипликация, очень красивые, очень богатые, но это готовые образы. Готовый образ. Сделаем маленькую паузу. Злата, прими, пожалуйста, звоночек. У нас там есть желающие ответить на Мишин вопрос. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Меня зовут Алёша, мне 10 лет, я учусь в 52-й школе. Понятно. Алёша, у тебя есть ответ на наш вопрос? Да. И кто же этот герой? Мне кажется, это Петрушка. Правильно. Совершенно верно. Вопрос был на внимание. Петрушку, мы не просто говорили о нём, он даже златый в руках. Поприветствуйте нашего победителя. Какой приз бы тебе хотелось получить? А что у вас есть? Давай, пока ты не определился, мы... У нас есть книги, есть приглашения, есть билеты на спектакль, там, скажем, условно говоря, да? То есть давай мы делаем так. Ты просто поговори с нашим... Давайте приглашение. Приглашение. Поговори с редактором и выбери то, что вот считаешь нужным, чтобы нам, так сказать, долго в эфире с тобой не болтать. Хорошо? Договорились. Всё отлично. Вопрос от Фёдора. Так, ну, даже не знаю. Да ладно? Ну, скорее всего, это вопрос не на внимание, а просто интересно узнать. Это... Ну, человек считает, который позвонит. Это правильно ли, если, допустим, девочка играет в машинки в солдатиков, а мальчик играет там в куклы? То есть если в детстве мальчик играет в куклы, а девочка в солдатиков, надо ли вызывать скорую помощь, да? Да, ну, в плане, нормально ли это в обществе считается, и как бы заведено ли это правильно? Можно просто спросить у человека, который позвонит, да, вот как он к этому относится. Я вот хотел бы ещё продолжить, да, вот разговор именно, мне ещё показалось такой момент интересный. Дело в том, что если мы ходим на мультфильм, да, мы можем на него сходить пять раз, например, да? Ну, мало ли, бывает. Естественно. Мы увидим всякий раз. Одну и ту же. Одну и ту же картинку. Да. С тем же звукорядом. Абсолютно идентичный. Ну, разве что там сесть на другое место в зрительном зале, да, или вот так же вот точно что-нибудь сделать. Сесть на другое место в зрительном зале, немножко другим углом посмотреть, да? Да. Увидеть. Ну, плоскость-то. Видеть что-то другое, интересное. Может быть, актёров, которые прячутся. Нет, меня в детстве... Переключить внимание. В детстве дедушка дурил, то есть он говорит, что если снизу на телевизор посмотреть, то увидишь то, что там внизу, да, вот. Провода. Да, я на самом деле залезал, мне было интересно посмотреть, что же там вот в этом фильме под танком происходит, что-то, что же там под танком-то. Я залезал по телевизору, смотрел, да, он сильно громко хохотал. Если я под экран залезу, сами понимаете, ничего не увижу. Вот мне кажется, это очень большая разница, потому что если мы пойдём на спектакль, пять раз сходим, да? Естественно, он каждый раз будет другой. Мы увидим пять разных спектаклей, потому что это будет зависеть от нашего настроения. И от наших уважаемых гостей, которые тоже вот... Да, тоже от настроения, от настроения. То есть там же есть какие-то вопросы, связанные с импровизацией, с какой-то, да? Да, имеют место быть, куда деваться. То есть это не настолько статичное искусство. То есть естественно, что есть разница между двумя спектаклями. Спектакль может расти, как он живой. Он может расти, он может развиваться. И, к сожалению, он может и умирать. Вот к нему приходит эта кукла, да, которая с белым лицом в чёрном одеянии, да? Не обязательно. Вот она зачем в театре-то, я понял. Приходят люди, представители бухгалтерии, и приносят эту штучку. Вот этот спектакль, ребята, вот к нему пришла, потому что мало покупают билетов, да? Ну что вы, а грустно-то, что вы о бухгалтерии-то сразу? Кто эту куклу сюда принёс? Кто бухгалтеров вспомнил? А кто куклу сюда принёс? Ничего не поймёшь, что здесь страшнее. Но смотрите, ведь опять же, вот, раньше было очень много, опять же, если про мультфильмы вспомнили, да? Вот в моём детстве было очень много кукольных мультфильмов, где были задействованы куклы. Ну, опять же, опять же, может быть, и в связи с этим, всё-таки на куклу наложено очень много условностей. Вот лично я в детстве не очень хорошо воспринимал кукольные мультики. Не все одинаково хорошо шли. А вот как-то не нравились они мне в детстве. Больше рисованные нравились? Да, больше рисованные, вот эти вот старенькие все, где годов 50-х, 60-х, где всё прорисовано, скрупулёзно, я не знаю, как, где такая богатая картинка. Хоть я их всех смотрел ещё на чёрно-белом телевизоре. А вот смотрите ещё, мы же говорили уже, да, что вот куклы, они историю-то имеют такую, скажем так, довольно-таки серьёзную, да, вот такую оккультную, может быть, даже сказать. Да, в чём-то, да, мистическую. Обязательно, обязательно. Вот у вас эти куклы дома живут, вам не страшно? Они сами по себе отдельно от вас там не бродят? Нет, конечно, это же кукла, живое существо. Так, постойте, постойте, я вас спрашиваю, не бродят? Говорят, нет, конечно, они живое существо, если живое, так вот как раз и страшно. Да, а почему страшно? Нет, ну, когда я только учиться начала и увидела кукол, которые, ну, очень похожи на людей, мне стало даже немножко страшно, потому что жутковато, потому что, получается, это как бы кукла, а с другой стороны ты видишь, что это человек. Но... И она может ожить. Ну, как бы есть даже целые там сериалы, там, сериалы, там, фильмов, где они на самом деле оживают, оказываются очень недобрыми. Да, поэтому к кукле нужно с большим уважением относиться. Она также может спектакли и подвести, может у неё что-нибудь отвалиться. Слушайте, мне нравится вообще работа актёра. И, на самом деле, вы... И, естественно, в нормальном театре актёр там что-то не то сделал, да, и на него всё попадает, и здесь она меня кукла подвела. Извините, извините, пожалуйста, это дело серьёзное. Это у нас, на самом деле, вот наши основные актёры. А мы, если хотите, некоторым образом только посредники. Главное в театре это кукла. У каждой куклы есть свой характер. Так, постойте, постойте, теперь мне уже страшно становится. А мы так живём, извините. Думаете, всё так просто? Нет, ну, смотрите, вот сейчас опять возвращаются мастер-классы, проводят всё дело, там куклы-обереги, вот там какие-то ещё такие куклы. Ну, обереги-это куклы всё-таки узкоспециальные, тут-то бояться нечего. Ну, как вам сказать узкоспециальные вообще, вот, Злата, ты веришь, что есть такие куклы-обереги? У тебя есть своя кукла-оберег? Очень много, у меня мама сама делает куклы-обереги. Да. То есть вы защищены надёжно? Ну, да. Надёжно защищены, да? Ну, ты вот реально понимаешь того, что эта кукла, она вот важна для тебя, что она от тебя от чего-то сохранит? Возможно. Возможно, да? То есть у тебя есть такая мысль, вот в отличие от него, которому выгодно, чтобы был Дед Мороз под малыш, да? То есть ты искренне считаешь, что она тебе может помочь как-то, да? Возможно, да. Настя, а вы вот так же вот? Я тоже верю. У вас есть тоже обереги? Есть. Есть? Да. Так, пойдём-ка к сильной половине человечества, Фёдор. У меня есть также как-то, не знаю, ну, скорее всего, некоторые, знаете, есть куклы-вуду. Это там, типа, самая старая водить почина людей. А так есть обереги. У тебя есть куклы-вуду? Нет. Нет? Разве призналась? Ну, кстати, вот тоже, да, вот тоже ведь куклы. Тоже, да. Вуду тоже куклы, да, когда фильмы-то идут про этих кукол, то как-то не по себе. Ну, что вы, Николай, это же не наш метод. Не наш метод, да. Вы, случайно, там, не практикуете в театре кукол? Зачем? Какой-нибудь там вудуистский спектакль поставить, чтобы зрители пришли и обратно... Я же говорю, это не наша традиция, у нас своих достаточно. Что вы? Слушай, я уже не понимаю, где здесь Баба-яга, а где здесь... А где, где? А где тот, который посредник будто бы, да? Ну, она пока молчит, она пока всё слушает. А потом начнёт говорить. Ага, сама причём, да? Да, и представляете... Мы сейчас уйдём из студии, а она останется. Да, актёры уходят, а они остаются и начинают жить своей жизнью. Нет, ну, смотрите, актёр уходит, кукла остаётся и приходит следующий актёр. Это ведь спектакли, какие-то вводы, как в любом другом театре, происходят, да? То есть ей приходится ещё следующий. Да, естественно, надо договариваться. То есть там опять сложная ситуация возникает? Обязательно. Да, и бывало, мы даже такое слышали, что кукла просто не поддавалась. Просто не принимала. Не принимала актёра. Ну, что, другой актёр пришёл, и кукла сказала, я с ним работать не буду. Возможно, и так. Своим голосом сказала. Возможно, не голосом, но... Слушай, вот если, Миша, их послушаешь, такое ощущение, что они там на самом деле с ними всерьёз говорят, да? Вот я уже сейчас ни в чём не уверен, вот честно говорю. А почему нет? А я вот на неё смотрю, и я уже ни в чём не уверен, потому что не понимаю уже, где там кто. Федя, ты, наверное, немножко такой вопрос задал такой, что на него люди растерялись. Злата, задай тоже ещё вопросик такой, чтобы мы ещё что-нибудь разыграли, да? Кто такая Барбара Робертс? Опаньки! И вот полная растерянность. Кто такая Барбара Робертс? Ну, с другой стороны, опять же, набрать не так и много букв ведь можно, да? Да. Конечно. Ребята, гаджетом, если у кого родителей рядом нет, гаджетом, кто такая Барбара Робертс? И не забывайте, что у нас есть ещё один вопрос. Ты спросил, как бы это просто надо сказать, своё отношение к тому... Надо ли вызывать скорую помощь? Так, это уже не моя... Это не тот вопрос, да? Вот. Вопрос очень простой был у Фёдора, мне кажется, хороший, что, когда девочка играет в машинке, а мальчик играет в куклы? Да, надо ли вызывать скорую помощь? Да, надо ли вызывать, надо ли к этому как-то вообще относиться, или это совершенно нормально? Тем более, как мы сегодня в студии собрались, поняли, что, да, у нас вот есть девочка, которая сейчас работает в кукольном театре, которая в детстве играла в машинке. А может быть потому, что как раз в детстве в куклы не наигралась? Может быть. Ну, вообще, в куклы очень часто попадают случайно. В смысле, в кукольный театр? Ну, вообще, сначала, если учатся, как набирают актёров, студентов. Вот, набрали драматический курс, а все остальные на куклы. Вот так. И многие хотели стать актёрами театра драмы, например, да. А приходит театр кукол, ну и потом понимают, что это их... Как бы такое, знаешь, что кто не поступил туда, там попроще поступить на куклы. Хотя вот ваш новый режиссёр, который Ролан Банин, как вы говорите по отчеству-то? Ролан Данилович. Роман Данилович, да. Он так интересно говорит, что вообще-то театр кукол для него как бы первичен, потому что все театры — это маски, да? Романтический театр, это люди-маски, здесь маски. То есть получается, что вот эта кукла-то, она первичная, это тоже маска. И она как бы более такая древняя. И он как бы так объяснил, что вот именно учиться-то надо скорее на кукольную специальность, а остальное уже... Ну, потому что это как бы уже синтетическое искусство. То есть актёр-кукольник, он и драматический актёр, и он плюс ещё и куклой управляет. То есть я так понял, что у него главное — это образование именно кукольное, а драматическое уже так попутно он где-то получил. Нет, и драматическое, и кукольное. Да, я знаю, что и то, и другое, но основное — это всё-таки, что он такой кукольник. То есть не так уж и случайно. Видимо, в разных странах по-разному. Ну, наверное... Да, в Европе же вообще театр кукол. Это... Там нету таких театров. Он там по-прежнему взрослый? Там по одному человеку могут работать. Или там вообще нет таких театров, вот как у нас? Там в основном нет таких театров. Ну вот если смотришь какие-то фильмы или что-то там, на самом деле, на улицах очень много работают, да? Да, да, с марионетками. С марионетками там довольно-таки... Я не знаю, конечно, если это в кино, сами понимаете, что угодно можно сделать. Но да, смотришь, там просто удивительные вещи показывают люди вот на этих, на верёвочках там. Вот. Это на самом деле. Да? Да, и в Китае. Ну там, опять же, мы про Восток сегодня мало говорили, да? Ведь там же свои совершенно театры, вот такие кукольные. Ну, свои-свои системы. Есть Иванские, насколько я помню, где ещё. Теневой театр очень интересный. Да, сегодня Федя про театр теней говорил, и Тенужка, где у нас это распространено? Где-то на Востоке в основном, да? Да. Дальше театр на воде. Это кто у нас? Лаоса, Вьетнам. Вот я врать не буду. Да, да, не будем врать. А театр на воде это как? Так, а когда вместо ширмы у нас водная гвадь, тростевые куклы над поверхностью воды, а актёры... В аквалангах, что ли? Ну, или там уже кто-то живёт? Нет, там такая конструкция, что вот актёр в воде, по-моему, стоит, и вот так как-то палка к кукле. Издаля. И вот он вот так её, да, велика управляет. То есть он как бы подальше стоит, как ощущение, что я её не знаю, да? Вот там где-то стоит, там купает. Там его не видно. Может быть, и задничек стоит, и он из-за задничка аккуратненько. Первоначально это я не понял. Прикинул так, что, знаешь, актёров там приутопили, да? А тоже неплохой вариант. И там где уже эти движения непроизвольно получаются, когда человек... Нет, ну это уже жестоко. Ребят, у нас совсем немного времени остаётся. 211-101. У нас два прекрасных вопроса в эфире, да? Ещё раз спроси, как её звали? Ой, кого, 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 как? Кто такая Барбара Робертс? Кто такая Барбара Робертс? Ребят, вопрос простой, если гаджет в руках. И ещё такой вопрос, как вы относитесь к тому, что девочки в детстве играют в машинки, а мальчики в куклы? Два простых вопроса. Отвечайте, у нас ещё есть призы для вас. Не забывайте, времени осталось совсем на два звоночка. Вот ещё какие бывают... Ну под водой-то это да, я немножко, конечно, жёстко сказал, но первое впечатление было такое, как так? Ещё какие-то вот такие необычные вещи? Да сейчас вообще много необычных вещей. И, например, чтобы привлечь зрителя в театр кукол, создаётся картинка, рисованная также. Потому что мы же приходим в кинотеатр, смотрим, да, эту картинку. И в театре кукол сейчас тоже так делают. На проекторе... Типа трейлеры создают, да? Нет, на проекторе... Скорее говорим о смешении жанров. Ну да, вместо декораций идёт уже рисованная картинка. И в этих декорациях... Проецируется, да. И в этих уже декорациях куклы живут своей жизнью. То есть среди кино живут куклы? Да. Получается, да. Да, получается, да. Да, интересно очень, да. Но вообще-то интересно, да, когда как бы кино одно и то же, а куклы опять же могут... Да, это же всё развивается, и нужно как-то зрителя привлекать в театр. И как-то моменту надо соответствовать. А вот в нашем кукольном театре? Элементы есть, не знаю. Будут, наверное, вот как раз... Будем развиваться. Ну, сказать ничего конкретного пока не можем. Ну, видимо, будем. Ну, с приездом Ролана Даниловича-то я понял так, что что-то будет. К нам приехал мультипликатор, девушка, и, похоже, у нас будет такой спектакль зимой. Да? То есть уже что-то вот... Уже этой зимой? Уже вот в декабре. Может быть, ну, я не знаю, насколько мы уполномочены говорить на эту тему. Да, мы не знаем, на самом деле, много. А, ну, на самом деле, мы ничего не говорили, да? Слушайте, вы о чём вообще, да? О каком спектакле, о каких мультипликаторах? Да. Так я забыл, о чём мы говорили-то. А мы говорили о разных интересных системах. Да, про Кирилл-Арта мы не говорили вообще. Ну, вот. А про что мы тогда вообще говорим? Мы? Мы о театре кукол. О театре кукол вообще. Вообще там про китайские, про театр, про иванские, про вьетнамские. В Китае достаточно... Ну, поскольку несколько разными направлениями велось развитие. То есть мы сразу можем посмотреть на куклу, допустим, на перчаточную куклу. И увидеть, да, вот, не потому что лицо там у неё с классическими монголоидными чертами. Нет. По конструкции кукол мы можем определить, вот это кукла из Китая. Почему? Допустим... У них что, у китайцев руки другие? Нет, у них куклы другие. Ну, как ведь вроде понятно, да? А чем отличаются? А чем отличаются, да? Есть некоторые характерные особенности, допустим, в перчаточной кукле. Во-первых, как у них скроен монтюр, скроен сам костюм, скажем так, куклы. То, что под ним. Они... Видно, трости там активно бывает используются. Дальше. У них характерное, допустим, соединение сустава кисти. Или пальчик на отлёте. Вот такое вот шарнирное, свободное. То есть у них в жести рука у китайских кукол. Я говорю, к примеру, одна из отличительных особенностей. Одна, скажем так, характерная... То есть там лишний шарнирчик, да? Нет, просто он наличествует, и он свободный, неуправляемый. У нас, как видите, предпочитают, чтобы кисть была управляемая для точности жеста. У них этот жест достаточно свободный. Да, дальше китайская марионетка, классическая европейская марионетка. Ну, это, которые марионетки, которые на нитках. Да, на ниточках, да, на нитях. В европейской системе выстроены всё отдельные подвесы. Система называется вага. Это вертикальная, если это человеческая фигура, то есть определённая точка на ваге. Там практически повторяет скелет куклы. И своя перекладина отвечает за свою конечность, да, за голову. В Китае это горизонтальная. Палочка, к которой привязана много-много-много-много-много-много-много-много. Полсотни, наверное, ниточек. И актёр перехватывает эти ниточки на той высоте, на которой нужно. Создаёт уже сиюминутно какую-то позу, да? Уже исходит из неё. Ощущение, что на актёра интереснее смотреть, чем на куклу, как он всё делает, да? Естественно, поэтому и стараются актёров-то отделить. Если бы всё было сразу видно, все бы только на актёров и смотрели. А вы знаете, у меня есть вопрос вот к ребятам. Которые здесь? Да, конечно. Почему вам нравится театр кукол вообще? Ну да, да. А почему? Почему театр кукол? Вот он лучше, чем драматический? Или что это? Другой мир просто? Ну, это два совершенно разных понятия. Даже драматический театр и театр кукол. Ну да, а театр кукол, почему вот он привлекает, как вы думаете? Его легче понять. Легче понять? Ну да. Плюс там можно восприять свои чувства. То есть понять героев со своей стороны. То есть как ты думаешь. А вот такая штука, что мы как бы попадаем вообще в мир сказки. В другой мир. То есть раньше, если это были какие-то обрядовые действия, да? А сейчас это мир фэнтези. Но это всё равно определённый обряд. Ну тоже, да. Это как замена произошла такая. Небольшая замена. Ритуал. Ритуал, да. Это некий ритуал. Это и в этом есть. На самом деле он же захватывается. Всем по-другому всё происходит. К сожалению, у нас время нашей программы подходит к концу. Вот понимаете, вот что делать? Поэтому желаем всем здоровья, да? Желаем всем почаще ходить в наш любимый театр кукол. Да, и приходите к нам 29 ноября на спектакль «Куда уходят домовые» в 17.30. Он не так часто идёт. Да. Это авторская работа нашей актрисы. Название хорошее, прекрасное, не забывайте. Ну и что ещё скажу? Настраивайтесь на нашу волну. Каждое воскресенье мы для вас в эфире работаем. Открывайте мир вместе с нами. Это была программа «Открывашка». Всего вам доброго.